добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радио центра сан гейтс продолжает свои программы и сегодня у нас среда как всегда в это время мы встречаемся с руководителем русской школы таро сергеем савченко добрый вечер добрый вечер у вас да добрый день у нас в чикаго еще только начало первого на восточном побережье час 07 ну а в москве 8 часов вечера и мы естественно говорим о таро сергей у меня к вам первый вопрос такой да ну когда мы говорим о таро сразу у всех такое мнение что есть две части колоды скажем так малые арканы и старшие аркады ну и соответственно там каких называют обычно там молотки обычно играть придурные карты до придурные карты вот как раз таки у меня к вам вопрос о придурных картах их правду как-то вот все трактуют почему именно придурные карты их так назвал кто откуда вот пошла а я не знаю если честно не знаю кто не знаю а что вот главнее скажите младший аркан и старший ну вроде посмотрите у нас есть старший аркан и старший аркан означает некие глобальные идеи глобальные концепции тогда наши арканы это события то есть ну по рангу они меньше чем старшие арканы и младшие арканы можно разделить на две части можно сказать что есть ситуационные карты от единицы до десятки а есть придурные карты король дама рыцарь и баш в картах таро на одну карту на одну придурную карту больше чем в обычной игральной колоде а можно по-другому разделить можно разделить на четыре масти посохи кубки мечей пентапли так тоже можно разделить младшие арканы но считается что старшие арканы более глобальные явления описывать а младшие арканы более ситуативные события более мелкие события а если человек хочет что-то спрогнозировать как в этой ситуации ему трактовать и потому что можно по-разному трактовать ситуацию и даже с обычными знаете по этому поводу есть очень много разных выводов мнений и так далее то есть иногда говорят что вот если у тебя выпала карта старшего аркана ты гадаешь на всей колоде выпадает карта старшего аркана значит надо обратить особое внимание если там их несколько выпало ну это все это вообще событие это мирового масштаба огромной важности там кармическая и все такое я не знаю я особо не делю эти карты ну выпала и выпала хорошо старшая выпала хорошо пульса старше работать младшие выпал на младшую посмотрим вот и для меня это не принципиальный момент так получилось что самая любимая колода она состоит только из старших арканов есть такая техника когда ты гадаешь только на старших арканах я очень долго на ней гадал только только на ней ночь чем-то и нормально все работает то есть все равно на самом деле все равно это вот как твои инструменты можно так рисовать можно так рисовать можно такие краски используют такие это по большому счету зависит от желания твоего я не вижу принципиальной разницы что вот наши арканы могут дать ответом а старшие не могут дать или наоборот что не это как правая и левая рука вот сказать что мы только левой рукой буду пользоваться ли только правой рукой ну что-то я одной рукой могу сделать от для чего-то и две руки потребуется но ведь это же ваше только ваше восприятие вот вы привыкли так а трактовка какого-то расклада какого-то события это же можно по-разному трактовать другой таролог будет отдавать это по-другому единство нет единство тарологов нет и каждый таролог трактует это по-своему или в рамках . который он учился по-своему воспринимает эти карты это правда а как быть с таким допустим ну с таким событием что ли ну вот человек хочет узнать несколько мнений вот как у нас существует first opinion second opinion third opinion то есть человек пришел к врачу ему поставили диагноз он не с ним как ты не согласен тем более если диагноз действительно очень нехороший он идет к другому специалисту тот ему ставит другой диагноз и идет к третьему тут ему ставят третье если конечно совпадает все совпадает а если они какие-то разные если там вот с кем такое было идти я не знаю куда ему идти идти туда кому ты доверяешь идти туда где эти диагнозы чаще подтверждались и выше процент попадания не знаю что делать такой ситуации я с этим сталкивался в рамках школы обычно процент очень высокий сходимости в рамках определенного уровня мастерства тоже высокий процент сходимости но бывает такое что не тороз простите вы имеете прогнозов прогнозов то есть совпадение реальной ситуации да да у меня были такие ситуации когда я мог работать с людьми работающими не старого с другими техниками ну вот и мы говорим как бы по-разному разные термины используем но в сумме получается одно и то же то есть если там не придираться к терминам то получается в общем то одно и то же но бывает так что до 1 2 говорит до 2 3 2 говорит нет третьих говорит не знаю может быть и все человек сидит не знаю что делать ну так это и в обычной жизни бывает конце концов действительно это же все-таки гадания правильно нельзя дать стопроцентной гарантии вот просто нельзя до 100 процентной гарантии я считаю что человек который говорит я даю стопроцентную гарантию на свои гадания это первый признак шарлатана вот если меня телефон с господом бога я могу позвонить и уточнить тогда да тогда я бы давал стопроцентную гарантию мне не такого телефона к сожалению и поэтому я не даю стопроцентной гарантии на свои гадания ясно а скажите какая с вашей точки зрения зрения какая самая противоречивая что ли карта в колоде 2 я даже не знаю как если есть такая ну против есть сложные карты но она как сложно вот она для меня сложная в этот период вот есть какой-то период я там учу карты бац я натыкаюсь на карты я не понимаю я не знаю то есть я выучил значение но я не чувствую его расклад я мучаюсь вот как она там чё там с ней и тогда она выпадает из какой-то общей картины она она не то же выпадает но знаете как машину когда ведешь одно дело ты ведешь ее на автомате да а второй делать и каждую секунду думаешь уже надо переключить передачу еще не надо переключить передачу а я не забыл включить поворотник а я плену пришел или правый включил и вот когда это не в автоматическом режиме то это конечно очень утомительно и бывает так что карту просто не чувствуешь потом пол изучаешь и это думаешь медитируешь на дни раз его почувствовал другая какая-то карта открывается с тебе неожиданной стороной там и так далее ну то есть я я не могу сказать что есть какая-то сильно противоречивая карта в разные моменты времени разные карты просто ты смотришь на них по-разному видишь них разные черты разные грани на самом деле я когда задавал вопрос я имел ввиду карту шута она не является вот такой противоречивый потому что действительно это можно сказать это можно сказать про любую карту про любую про солнце про мир про дьявола про башню про умеренность прошу там про чё хочешь можно сказать любая карта включает себя очень много всего очень много разных хитростей тонкостей но а процесс изучения идет постоянно вот например совсем недавно буквально несколько дней назад я купил книгам евгений головин веселая наука я вычисло мне пап который раньше не знал знаете ли вы когда вообще возникает фигура клоуна возникает где ну вот появляется в цирке фигура клоуна то есть до какого-то момент этих этой фигуры не было в цирковых представлениях потом она появляется исторически она появляется да она появляется после казни карла короля короля первого карла стюарта она появляется клоун не шут клоун шут и были является клоун то есть и как раз он пародировал этого короля то есть ну так как фигура которая смеивает короля потом когда появился другой король пришел на смену все когда вас было установлено монархия в англии шуты еще эти клоуны исчезли но когда началась французская революса клоуны снова появились буфонада вот все эти дела то есть а клоун это один из образов шута один из нюансов шута и вот когда ты так это на это смотришь то и кстати вот злые клоуны отсюда же возникает вот эта идея то есть клоуны которые мстят за свое унижение за свое оскорбление вот и это добавляет еще один штрих понимания как бэтмене там совершенно верно и вот вот если шутабра да то есть на западе шуты но запад не знает такого института как иродивая который был византии который был на руси которые были одновременно и провидцами провидцами и определенным образом хранителями моральных устоев моральных норм когда он царю говорит и за что бы я этого боя царевича зарезал да то есть как так получилось так вышло извини что ты вот так не срослось там и так далее вроде бы тоже сюда попадает из комарок сюда попадает ну то есть но это можно сказать про любую карту то есть мы когда начинаем его раскручивать вот когда вы сейчас учились на тору старте вы знали про нее три слова буквально три слова там самые простые самые базовые значения а реально вот представьте себе что вы открыли комнату да там маленький чуланчик такой первая верни открыли дверь в квартиру там маленький чуланчик маленькая прихожая. Там вешалка, ложка для обуви, больше ничего нет. Ну, еще дверь. Вы открываете дверь, а там мы зайдем в коридор. А там 40 дверей. И в каждой двери еще какие-то там комнаты. И в каждой комнате что-то хранится связанное с этой картой. А где-то ключ подходит, а где-то не подходит. И вот ты начинаешь это все изучать, раскручивать. А потом это уже превращается само по себе просто в крайне увлекательное занятие. Читать про тех же шутов. Вот такая фигура, как Шико. Которого мы знаем по романам Дюма 45 и так далее. Это же был шут. Это же был дворянин, военный, смелый, отважный человек и так далее. Но у него была работа, он работал шутом. А шуты Анны Иоанновны в Ледовом дворце, который описан в романе Лажечникова, это тоже шуты, но это принципиально другие шуты. Просто дураки там, Карлы, всякие уродцы, которые просто вызывают смех. И это тоже одна из грани, шута. Ну, реально, можно так вот рассказывать про любую карту. Любую. Какую ни возьми. И там слой за слоем, слой за слоем открывается. Ну и чем больше ты знаешь, конечно, тем легче тебе читать. А может быть и не легче, а может быть сложнее. Когда знаешь три слова, все, раз в три сказал клиенту, все, иди свободен. А так начинаешь вот думать, а какое же тут выбор значения, а какое тут точнее подходит. И клиент сидит, думает, сколько он будет молчать? Чего он молчит? Неужели у меня все так плохо? Неужели так все ужасно там? Чего вы молчите? Доктор, доктор, скажите что-нибудь. Ты умрешь. Фух, у меня успокоили. Ну, была же, наверное, история создания от когда появился в колоде Таро Шуты? Или он сразу существовал? Вот, допустим, как мы его привыкли называть в обычных колодах, как Джокер, допустим. А вот я тоже так очень долго думал, а потом выяснилось, что нет. Джокеры возникают в Америке в середине 19 века. И там известно, кто их сделал, зачем их сделал, при каких обстоятельствах. Я не помню на память эту историю про Джокера. Ну, я помню, что он, да, он возник в 19 веке, в середине 19 века в Америке, там, в карточных играх был придуман такой Джокер. Дикая карта, так называемая. То есть, он похож на Шута, но он не тождественен на Шуту в Старших Арканах. Хотя, это красивая легенда, что вот от Старших Арканов в обычной игральной колоде остался только Джокер. Нет. Не совпадает, не работает. А второго когда появилась карта? А второго он сразу был. Таро сразу был. Как только вот Таро возникла, колода Бонифацио Бембо, ну, первая фактическая Таро, середина 15 века, то там уже Джокер был, не Джокер, Шут был нарисован. Вот, кстати, по своей стилистике, он очень похож на работу Джотто. Был такой итальянский художник Джотто, и он там нарисовал 7 грехов, по-моему, 7 грехов, и один из них глупость. Вот композиция этой картины практически совпадает с Шутом. Опять сейчас не скажу на память, кто был раньше, кто позже, по времени, Джотто или Бонифацио Бембо, который нарисовал первую колоду. Ну, да, не совпадает. То есть, ну, Таро, это ведь средневековый продукт. То есть, он возник в Италии. Все остальные варианты, что он возник в Египте, в каком-нибудь древнем, в Атлантиде, что Сириус его к нам принесли, это все не удерживает никакой критики. Это четко возникает в север Италии. Мы можем это отследить, мы можем по пунктам назвать, кто, когда, где, чего нарисовал. То есть, все это нам известно и понятно. Ну, вот, Шут уже был, в самой первой колоде он уже был. Но мы должны знать, что изначально Таро не было эзотерическим продуктом. Это было сделано для игры. Исключительно для игры. И только через 1450, 1750, 300 лет, 330, 340 лет, только потом Таро приобретает эзотерический характер. Причем, что интересно, она приобретает это во Франции, в Париже, то есть, не там, где в него играли. В него играли юг Франции, север Италии. То есть, изначально это была игровая колода, но в Париже вот он уже превращается в нечто эзотерическое, в нечто древнеегипетское. Приобретает оттенок этот Таро. Мне просто очень интересует история Таро, и он был об этом долго говорить. Я когда смотрел битвы экстрасенсов, там, ну, нескольких, по-моему, там были Тарологи. Вы считаете, вот, допустим, для поиска людей может помочь Таро? А чего же нет? А чего же нет? Ну, она может сказать в том месте или в другом месте, ну, там же вопрос, опять же, надо поставить как? Есть ли в этом месте человек или в этом месте нету человека? Два схемы у нас. Если у нас человек пропал, если у нас человек пропал, первый вопрос, жив и мертв. Самый первый вопрос, жив и мертв. У меня была история, кстати. У меня был офис, в офисном здании, и приходит дама на этаже, она в другой конторе работает, приходит, рассказывает, пропал племянник. Причем, мой на Украине, племянник из Москвы, вот он пропал, вышел за хлебом, все, его нет. Родители не могут подать в поиск, потому что отец работает в каких-то супер-купер структурах, если узнаешь, он пропал, его оттуда выкинут, все, катастрофа. Ну, что как, раскладываем карты, он жив, а что может быть? Ну, потеря памяти, болезнь, тюрьма, еще там что-нибудь такое. Говорю, он, вот, он не в тюрьме, но такое ощущение, как будто он болен и в тюрьме. Но он не в тюрьме, не могу это объяснить, не могу это понять по карте. Найдется? Да, найдется. Когда? Не знаю, когда. Не так долго, то есть, не завтра, но и не годы пройдут, прежде чем он найдется. Это гадание в сентябре у нас происходит. Вот я ее периодически встречаю, и она говорит, везде нет, везде нет. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И я, ну, вот, вроде бы, как бы, немного времени прошло, и тем не менее, вот, когда ты это слышишь, если нет, это немножечко напрягает это все. И вдруг, в январе она приходит, и говорит, нашелся. Оказывается, он связался с сектой, как-то там, ему промыли мозги. Он пришел в себя, то есть, вот он в августе вышел из дому, и в январе пришел в себя в Крыму. Что он делал до этого времени, что с ним было, чем он занимался, он ничего не помнит. Ну, судя по всему, он работал на стройке. Он убежал из этого монастыря, они там строили какой-то храм свой, он убежал оттуда, чуть ли не пешком добрался, по Украине там 400 километров, как-то там прошел их, без денег, без ничего, там чуть ли не голый бусы. Пришел к своей тете, тетя его обогрел, тут же сообщила родителям, она была счастлива, безумна. Да, не болен, но в то же время не в твердой памяти, не в тюрьме, но в то же время под контролем, там, запертим. Ну, пожалуйста, вот так вот была такая счастливая история, история со счастливым концом, с пропажей. Это интересно. Ну, экстрасенсы им часто предлагают такое задание, дают какие-то фотографии, и они с помощью там своей энергии, допустим, действительно есть люди, которые разбираются, видят, чувствуют. Они говорят, вот этот человек жив, этот человек не мертв. Мертв. Да. Но если человек не разбирается, не знаю, ну, вот таролог, допустим, он не чувствует энергию, и даже и не собирается, ему это не надо. Так, может ли он определить с помощью таро? Ну, есть же карты, есть же карты, да, есть же карты. Ты смотришь, да, это же фактически вопрос, расклад на вопрос да нет. Да жив, нет мертв. Самый простой. Самый простой. Самый простой и самый сложный одновременно. Но если ты научился отвечать да нет, все остальное это уже технические подробности. Да жив, нет не жив, все. Да найдется, нет не найдется, да найдется, найдется быстро, найдется долго. Не хочет, чтобы его нашли, то есть ушел, плюнул на вас всех, не хочет с вами ни с кем общаться, убежал от вас там. Я беседовал с ментами в высоких чинах и они мне сказали, что если у человека нет финансовых причин или там эмоциональных каких-то причин, он от жены там убежал и его нет там несколько месяцев, как правило, этот человек мертв. И такие тоже истории были, когда дама приходит и говорит, вот зять пропал, начинаем смотреть, я вижу, что он мертв, просто мертв. Она мне рассказывает, что она была у трассиенцев одного, и он сказал, что его в подвале где-то держат, была у второго, там еще где-то как-то было. Я смотрю на нее, понимаю, она психически не совсем здоровый человек, и если я скажу, что ее взять мертв, я не знаю, что будет, истерика будет, или она в окно не бронет, или еще что с ней будет. Но там был нюанс такой, что за нее платил другой человек. Я говорю, карты плохие, карты плохие, я бы на лучшее не надеялся. Она говорит, вот вы мне ничего конкретного не сказали, но я понимаю, да, я сильно так конкретного действительно ничего не сказал, хотя выражение карты плохие, она как бы не внушает оптимизм. Ну вот уехал, недовольная такая, я звонил человека, который за нее платил, я говорю, ты знаешь, вот такая ситуация, я не знаю, как это сказать, но я вижу, что он мертв. Я еще интересно тогда сказал, снег сойдет, его найдут. Дело-то уже было зимой, январь или февраль, но как можно понять эту фразу? Снег сойдет, его найдут. А как эта фраза к вам пришла? Я смотрю карты, и у меня в голове возникает ответ. Обычно так это и происходит. Иногда он понятно, а иногда вот такой непонятно. Ну я начал думать, ну думаю, ну март, апрель, снег начнет таять, и как вот знаете, подснежник, то есть его обнаружит это дело. Человек, который мне эту даму направил, он говорит, да и все, я все понял, не волнуйся, короче, все понятно. И оказалось, буквально через неделю или через две, у нас оттепель, снег растаял, и его опознают. Он уже два месяца в районном морге лежит в качестве неопознанного трупа. И там делают очередные операции, ну не знаю уже, как они их опознают, и все, его опознают, и становится, снег сошел, его нашли, пожалуйста. Вот ситуация, да, то есть, казалось бы, наиболее очевидное логическое решение, что он лежит под снегом, где-то снег растает, тело найдут. Нет, его просто опознали в период оттепеля, и он был мертв. И это настолько четко лежало на карте, что вообще не вызывает никаких сомнений. То есть, нашли просто труп мужчины, неопознанный, его поместили, естественно, в морг. Да, он там лежал два месяца. То есть, это не прямое было вот такое, скажем, предчувствие о том, что действительно под снегом он лежит, а это было... Это уже была моя логическая расшифровка. Да, это была моя логическая расшифровка. А реально, снег сошел, и вы нашли. Понятно. Интересно. Ну, а к вам часто обращаются вот с такими вопросами? С такими... К счастью, нет. Нет. К счастью, нет. Это очень тяжелое гадание. Психологически очень тяжелое. Ну, представьте просто ситуацию, вот, которая была, и... Приходит мамаша, рыдает, пропала дочка, то ли 3 годика, то ли 5 годика. Вот. Я беру карты руки. Карты настолько тяжелые, что я понимаю, что все, она мертвая. Она мертвая. Я раскладываю карты, она мертвая. То есть, я должен мамашу сказать, что ваша дочка мертвая, и вы мне должны за годами там столько-то денег. Никакого удовольствия такой работы нет. понятно. Ну, так надо тогда не браться за такие вещи. Вы знаете, с чем к вам приходит клиент? Нет, но тем не менее, но тем не менее, мы выбираем, правильно? Мы выбираем, подходит клиент. Я для себя долго думал по этому поводу, я решил так, что мне все равно. Вы пришли ко мне, Вы задали вопрос, я Вам в меру своего разумения ответил, как смог. Все. И я не думаю, я не делю, что на это я гадаю, это я не гадаю. Я для себя только одну тему сказал, что я гадать на нее не буду. Это по поводу, когда я умру. Но, один раз дама мне объяснила, что это имеет значение, и есть смысл на это погадать. Вот она приходит, говорит, когда умрет мой муж? Я говорю, ну, я не гадаю на это. Я вам объясню. Ему надо делать пересадку почки. Я говорю, если он пять лет проживет, я свою почку отдам. Если не проживет, не буду отдавать. Я разложил, да, проживет. В смысле, после пересадки, если проживет. Ну, я погадал, он прожил больше, чем пять лет. Ну, так, не проблема. А вот с мертвыми тяжело, потому что, ну, вот эти некротические энергии, это опять, это кому как везет. У меня с ними тяжелые, сложные отношения. Я когда отдаю на всякие вопросы, связанные с умершими, документы потеряли, все. Только знаю, где муж их спрятал. А муж их спрятал куда-то там, и он умер, все, его нет. Можно как-то узнать или нельзя? Ну, давай отдать. То есть, фактически, сеанс этого, спиритизма. Вызываем дух, раскладываем карты, дух отвечает на вопросы адской работы вообще. Ну, нашли. Да, он сказал. Можно, да? Он сказал, да. Как-то, я даже не знаю, я им как-то говорю, а, мы поняли, мы знаем это место. Все, спасибо, побежали туда, через ваш звонок, мы все нашли, ура, ура. Вот. Ну, а я потом... Хорошая, это вообще не имеет никакого отношения. Это просто вопросы. Это вопросы. Мы задаем вопросы. Какая разница, кому отдать? Маленькому мальчику, старой бабушке или духу? Какая разница? Нет, никакой. Технически, никакой. Другое дело, что эта энергия сама по себе на меня действует тяжело. Я потом долго прихожу в себя, восстанавливаюсь. Поэтому я просто не очень люблю такие гадания. Если без них можно обратиться, то я предпочитаю без них обратиться. Но если, вот как в данной ситуации, никак по-другому нельзя обойтись. Ну, погадаем вам. Не проблема. Ясно. Дорогие друзья, это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям. Мы ведем нашу программу, как всегда, по средам в это время с руководителем Русской школы Таро Сергеем Савченко. Если у вас есть вопросы в мире живых, пожалуйста, задавайте. Поскольку с миром мертвым Сергей Савченко работать не очень любит. Но теоретически, да, но теоретически, теоретически это возможно. Как с нами или с Сергеем побеседовать, пожалуйста, это тройное W sungatesradio.com sungatesradio.com это sungates108 это наш skype sungates108 ну, кто желает позвонить напрямую, это 1847 226 9956 пожалуйста, звоните. Все программы наши записываются, они выставляются потом на канале YouTube. Если у вас есть желание, вы можете подписаться на канал YouTube и дальше смотреть, получать уведомления, когда выходит очередная программа и с удовольствием смотреть. Сергей, ну, я понимаю, что время у нас, у вас точнее, довольно позднее, поэтому задерживаться мы далеко не будем. Скажите, пожалуйста, ну, у вас есть какие-то, скажем, любимые вопросы или любимые вопросы? А когда я выйду замуж? Пишется с Литла одно слово. Скоро. Скоро. Уже он родился. Но еще не вырос, да? Так, скоро. Ну, мы в прошлой нашей программе, кстати, говорили о психологическом подтексте, в общем-то, отношения самого торолога к картам, и вы говорили, что вы работаете над специальной особой программой, я уже даже и не слышал, как продвигаются дела в этом направлении. Очень близко, очень близко к финалу, и я думаю, что завтра мы в черне все завершим уже. Ну, здорово. Это будет прорыв, надо сказать. Это революция, это революция будет второго. Это революция второго. Видите, как нам повезло, мы присутствуем при революционном объятии, знаменательном событии революции в прогнозировании или в гадании Таро. А скажите, Сергей, ну, уже понятно, мы в прошлый раз беседовали, как все-таки сочетание магии и Таро, и, в общем-то, уже понятно о том, что вы и духов можете вызывать, как выяснилось сегодня. Не вызывать, гадать. 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 Ну, хорошо, будем гадать. Хорошо. Скажите, вот части бизнеса. Допустим, какой-то бизнес, ну, время такое, умирает бизнес. Можете ли вы, ну, понятно, скажем, погадать, выживет этот бизнес или нет. Да, однозначно на этот вопрос, наверное, вы можете ответить. Ну, в случае негативного, скажем, такого ответа, нет, не выживет. можете ли вы сделать так, чтобы бизнес... Я понял, я понял вопрос. У меня был очень забавный случай один. Два компаньона, очень большая, солидная фирма, большие там, миллионные обороты, и он говорит, мы хотим, чтобы наши дела шли лучше, то есть, сделай нам магией. Ну, ладно, я разработал ритуал, говорит, свою часть я сделаю, а ваша часть, вот, вы там должны сделать. Сделал свою часть, отдал им, то, что они должны были делать. Они звонят через месяц. Серега, мы забыли. Говорит, что значит забыли? Говорит, мы там закрутили, замотались, мы ничего не сделали. Говорит, вы вообще, вот вы кто после этого? Как, какими словами вас называть? Ну, сделаешь вы-нибудь. Ладно. Я посмотрел, он говорит, да, я могу сделать, иногда нет, иногда вот если ты должен сделать, то ты и должен сделать, то есть, это никому нельзя передоверить. Но этой ситуации можно было передоверить. Ладно, я возьму, сделаю, там, сделал. Проходит еще какое-то время, полгода, наверное. Приезжаю, погадаю. Ну, хорошо, приехал. Ну, скажите, как у вас магия? Два компанена сидят, вот так вот столы стоят углом, один здесь, один здесь. Один говорит, один пессимист такой, мрачный весь, всегда все плохо. Говорит, ни черта не поменялось. Ты тут на него поверил. Как не поменялось? У нас поперло вообще дела. Я говорю, братцы, так вы хоть сами-то разберитесь, у вас поперло, или наоборот, ни черта не произошло вообще хорошего. Ну, стали выяснять, ну, таки, да, ситуация изменилась, они получили контракты, на которые они рассчитывали. Они столкнулись с сложностями, с выполнением этих контрактов, это уже другой вопрос. Но, то, что они хотели получить новые контракты, выйти там на новый уровень работы, они их получили. Ну, просто один был пессимистом, другой был. А один пессимист, а второй пессимист, а второй оптимист, да. Меня это поразило, я так это запомнил. Вот два человека, и один одновременно говорит, у нас поперло, и не, у нас все плохо, все ужасно. И как вот, как мне к этому всему относиться? Хорошо, а скажите вот тогда попутно вопрос. Ну, допустим, карты показали, да? Вы можете помочь, будем так говорить. А и вы беретесь помогать. А, нет, не получается. А я всегда предупреждаю. Я говорю, что я не уверен в успехе. Так вы так всегда можете говорить, я не уверен в успехе? Нет. Вы скажете, что сто процентов. Сто процентов я не скажу, никогда, но я могу сказать, что вероятность того, что все получится, будет очень высокая. Или вероятность того, что все получится, крайне низкая. То есть, это вам говорят карты? Ну, конечно, я не от себя это говорю. Я от себя, когда я гадаю, ничего не говорю от себя. В голове же возникает картинка? А если, а если я говорю что-то от себя, я всегда уточняю, по картам так, но я от себя хочу сказать вот это. И человек говорит, хорошо, я это высушу. Или мне то, что ты хочешь сказать, мне это ни капли не интересно. Можешь даже рот не открывать. Ну, хорошо. То есть, в процессе гадания у меня нет своей личной позиции. Вообще, нет ничего, что я говорю от себя. И это очень важный момент, потому что я сталкивался с ситуацией, когда торологи начинают проецировать свое. То есть, ну, к примеру, у меня плохие отношения с женщинами. Я ненавижу там всех женщин. И все. Вы ко мне приходите, вот у меня там проблемы отношения с женой. Гони ее, она тварь, выгоняй ее. Но это ведь не решение вашей проблемы. Это проекция моих проблем на вашу ситуацию. И я такие видел. Это, конечно, плохая ситуация. То есть, нужно отстраниться. В этот момент у меня нет своего мнения, нет своей оценки, нет... Вот он мне там рассказывает, и вот я хочу то сделать, то сделать. Я не думаю, это хорошо или плохо, или правильно, или это честно, или не честно, или... Я хочу обмануть свою компаньону. Ну, не вопрос. Разложил. Да, у тебя получится. Нет, у тебя не получится. У меня нет моральной оценки вашего поступка. Это очень важно. Если я только позволю себе думать, ну, как это можно обмануть компаньона? Как это? Или, о, правильно, надо обмануть. Это... Он там плохой. Все. Я уже не могу работать. Я эмоционально вовлекся в этот процесс. И я утратил объективность. Все. Выпал из работы. Понятно. Сергей, ну, наверное, в рамках нашей передачи последний вопрос. Скажите, ну, у вас каждый день, на самом деле, или люди, или клиенты, или работа, так или иначе, это ваша жизнь. Это понятно. Скажите, вы просыпаетесь. Вот кто-то, есть рекомендации. Человек, засыпая, должен, скажем, обратиться к Богу, человек проснуться, должен поблагодарить Бога и так далее. А делаете ли вы вот какую-то для себя медитацию как день? Как настраиваетесь ли вы на день? Нет. Нет. Я обладаю свойством. Я думал, что все люди такие. Потом выяснилось, что далеко не все такие люди. Я открываю глаза, и я в этот момент готов к подвигам. То есть, мой разум проснулся, мое тело проснулось, я соображаю, я все понимаю, я даю, что я делаю и так далее. У меня есть брат, вот далеко даже не надо ходить. Это который вел статистику, я помню. Да, который вот, ты его разбудил, и он еще 40 минут броет по комнате, и ты ему что-то говоришь, он тебе кивает, отвечает, а потом через два часа ты его спрашиваешь, а он не помнит ни единого слова, что ты с ним беседовал. То есть, разум не проснулся, то есть, требуется какое-то время, пока еще движок прогреется и заработает. Поэтому я не делал никакой специальной медитации на день, но вечером я думаю на тем, что у меня было, что я делал, я пишу план, но это нельзя назвать медитацией или там какой-то специальной настройкой. Нет, ну это я к тому, что, ну, всякое бывает, действительно, за ночь мы перезаряжаем наши, скажем, энергетические батареи, и иногда бывает это какие-то климатические условия, иногда бывает просто самочувствие физическое, и вы просыпаетесь, и тогда уже, как бы... Нет, я занимаюсь энергетическими практиками просто для того, чтобы быть в тонусе, быть в форме, потому что, ну, это энергетическая работа, когда ты работаешь с картой. Да, ну, это понятно, а психологическая настройка, именно вот то, что мы говорите, вот этот прорыв, который вот вы сейчас делаете, который, как человек... Это не психологическая настройка. Нет? А что это? Это технология. Это просто технология. Вот как вы делаете свое радио, у вас есть технологический процесс, вам нужно включить, там, поставить запись, поставить музыку, ну, то есть, какой-то технологический процесс. Вот это точно такой же технологический процесс, в нем нет ничего сверхсекретного особенного такого, что там надо 10 лет медитировать на алмазный кубок и только потом ты будешь что-то получать нет, этому легко научиться легко обучить и получаются хорошие результаты, реально это просто отработка технологического процесса. Я понял ну хорошо, хорошо тогда наверное эту программу нам надо будет уже завершить время подходит подошло у нас к концу и я хотел поблагодарить Сергея Савченко руководителя русской школы ТОРО более чем с 25 летним стажем за очень интересную программу, как всегда ну и хочу предупредить потому что вот выяснилось что в следующую среду мы в эфир не выходим Сергеем Сергей уезжает в командировку, а мы встретимся через, получается уже через две недели а эта программа в скором будущем появится на нашем канале ютубе, фейсбуке и вы можете ее просмотреть, это для тех кто не успел сегодня подключиться к нашему каналу это интернет портал радио центра сангейтс, сангейтс радио.ком и скайп сангейтс 1.08 у микрофона был Майкл Мелехов ну и на связи Россия Сергей Савченко, Сергей спасибо вам большое до новых встреч до свидания да и хорошего вам остатка вечера ну и конечно же путешествия куда вы собираетесь спасибо, до свидания 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 Продолжение следует...